Подозреваемый в финансировании массовых январских беспорядков задержан в Шемкенте. Он поставлял арматуру, камни и коктейли Молотова для разъяренной толпы. Участники беспорядков применяли их при нападении на Акимат и департамент полиции. Также выявлены 52 участника массовых беспорядков на площади города Шемкент. 12 провокаторов удалось определить по видеозаписям. Спецпрокуроры задержали 10 жителей Алматинской области, а в Жамбылской области под стражей находятся 5 организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников массовых беспорядков. Всего по данным Генпрокуратуры в январских беспорядках участвовали 12 организованных преступных групп. Одна из самых известных – банда Дикого Армана. Его и подельников подозревают в похищении и избиении десятков людей. Одна жертва скончалась. Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагильдеева, Дикого Армана, Казахстанские и Айшуах Жантугель. Арестовано 23 члена УПГ, в том числе 4 преступных авторитета. Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений. Полицейские расследуют 1090 уголовных дел. Удалось обнаружить и изъять 1430 единиц оружия, в том числе 9 гранатометов и больше 35 тысяч боеприпасов. 29 марта текущего года по подозрению в совершении нападения на здании департамента полиции Жамбулской области задержан житель города Тарас, который в ночь на 6 января текущего года похитил со склада административного здания 4 пистолета ПМ с магазином, 120 патронов калибра 7,62 и 11 охотничьих патронов 12 калибра. Похищенное оружие изъято из хронооборудованного во дворе частного дома по месту жительства подозреваемого. Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении руководителей департамента в КНБ и полиции в ряде регионов по делам о январских беспорядках. Задержан экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбулской области. Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала. В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы. В настоящее время найдено всего лишь 206 единиц оружия. Оставшаяся часть находится у преступников. Также задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват. Правоохранители призывают сдать оружие добровольно. В таком случае привлекать к административной или уголовной ответственности не будут. Казахстанцы уже сдали в полицию 122 единицы оружия.